Знаете, приехав в Турцию, я все чаще читаю статьи о бешеной инфляции в Турции, как сильно выросли цены, что просто невозможно здесь пропитаться. И эти статьи я читаю как в новостных изданиях, так же в разных пабликах люди пишут, что господи, цены так выросли, вообще невозможно. Так вот, в один прекрасный день, ну так оказалось, что этот день сегодня, так вот из каждого утюга трубят, что цены в Турции на продукты выросли до астрономических значений. И в один прекрасный день я не выдержал, решил взять блокбук и сравнить цены на продукты в Турции и в России. И результат в итоге оказался ошеломляющим. Ты на канале Turki Space, меня зовут Владимир, давай сравним цены. Так вот, я взял мутбук, зашел на сайты сетевых магазинов, в Турции это был Микрос и в России это была лента. И сравним цены на аналогичные позиции в этих двух странах. Как я это делал? Я для начала составил табличку с перечнем продуктов и в нее, смотря на сайте, вписывал цены за килограмм, ну или за аналогичный объем, если это какой-то невесовой товар в России и в Турции. Я брал аналогичные продукты, допустим, если это был сыр, то такой же самый сыр я и стал в российском сегменте. То же самое касается, допустим, сорта яблок или чипсы, шоколад. Это во всех странах, оно примерно одинаковое, есть все бренды. Я буду называть цены в турецких лирах и уже потом на экране буду пересчитывать. В табличке я здесь просто не пересчитал. Так вот, я люблю. Так вот, томаты в Турции стоят 16,90 за килограмм. Аналогичные томаты в России стоят 169,99. Черри-коктейльные. В Турции они стоят 27,90 за килограмм, а в России 181,99. Картошка, без нее никуда, в Турции она стоит 13,50. В России 49,99. Лук в Турции 13,50. В России 20,89. Огурцы. Казалось бы, какие-то огурцы в Турции они стоят 25,90, а в России они стоят 159,99. Вы видите, что разница уже начинает вырисовываться. Дальше идет, интересно, шампиньоны. Баклажаны в Турции стоят 22,90, в России 189,99. Баклажаны в Турции стоят 17,95, в России же 199,99, 200 рублей. Авокадо за одну штуку в Турции мы заплатим 16,90, а в России мы заплатим 69,99. Вот здесь такой вот сейчас будет момент моркови. Не знаю, с чем это связано и почему, но в Турции она стоит 14,90, а в России она стоит 16,69. Может кто знает, что в Турции с морковью, объясните мне, пожалуйста. Кабачок. Обычный кабачок в Турции стоит 24,90 за килограмм, а в России стоит он 119,99. И капуста, белокольчанная такая, для борщика. В Турции она стоит 8,75, а в России 17,69. Зеленый лучок, тоже к борщику хорошо. В Турции 11,90, а в России аналогичный объем 74,99. Укроп. В Турции он стоит 6,45, а в России мы заплатим 64,99. Ой, у меня здесь идет прям борщевой набор. Следующим пунктом идет свекла. В Турции 11,90, а в России 22,99. Я могу сделать вывод, что в Турции что-то не так с морковью и свеклой. Вот что-то здесь не так. Регис. В Турции он нам обойдется в 11,90, а в России, чтобы аналогичный объем получить, придется заплатить 226,98. Вы можете сказать, ну сейчас же не сезон региса. Ну так он же не сезон везде, а в Турции тоже не сезон региса. Перец, обычный перец в Турции стоит 23,90, а в России 179,99. Так, дальше пошло мяско. В сравнении цены на свинину не будет, потому что в Турции свинину просто не продают. Ну как ее продают, но в определенных единичных местах ее можно купить. В сетевых магазинах вы ее не купите нигде. Так вот, за куриные окорочка в Турции мы заплатим 51,90. В России за аналогичный продукт мы заплатим 299,99. Ну, как говорится, одной курицей сыт не будешь, надо нормального мяска купить. Так вот, говядина в Турции нам обойдется 195,90, а в России она нам обойдется 899,99. То 900 рублей. Ну, после того, как мы покушали борщика с борщевого набора, закусили это мясом, можно попить чайку с бутербродиками. Какие же бутерброды без сыра? Так вот, сыр в Турции будет стоить 179 лир. Ты помнишь, что вот здесь вот цена в рублях. Так вот, в Турции сыр будет стоить 179 лир. А в России он будет стоить 1235. Аналогичный кусок сыра. Ну, может кто-то не любит твердый сыр. Знаете, так можно намазать таким плавленым сырком-треугольником. Так вот, в Турции мы купим такой сыр за 18,95, а в России он нам обойдется 128,49. Ну, или, может, среди наших зрителей есть гурманы, кто предпочитает сыр с плесенью. Так вот, в Турции вы его купите за 82,95, а в России он вам обойдется за 213. Для любителей сладенького нуталла. Так вот, продукт, который есть во всем мире. Это вот, я вот сейчас сижу и думаю, может, можно будет сделать это вот, как одним из эталонов цен. Потому что я буду сравнивать не только в России цены, но и в других остальных странах. А, ну, это есть везде. Такой, есть вот индекс Big Mac, а у нас будет индекс Nutella. Так вот, в Турции она будет стоить 77,50, а в России 749,99. Ну, давайте пробежим по остальным продуктам. Яйца. Такой вот многофункциональный продукт, который нужен много где. В Турции он будет стоить 38,95, а в России 106,99. Молоко в Турции нам обойдется в среднем 19,95, а в России 92,89. Для тех, кто не пьет обычное молоко, есть молоко растительное. Так вот, миндальное молоко одного и того же бренда в Турции будет стоить 63,95, а в России 246,46. Масло за килограмм обычного масла в Турции мы заплатим 190 лир. В России масло килограммами я не нашел. Килограммами там только спред продается. Масло, самая большая упаковка там была по 500 грамм. Поэтому нам надо 395,99 умножить на 2, и это будет цена масла за килограмм. Ну и разошла речь о масле, масло подсолнечное, в Турции нам обойдется 48,50, а в России 128,99. Ну и вы, наверное, все видели эти эпичные видео с битвами в магазинах за подсолнечное масло, чтобы урвать хотя бы литр. Ну, это все оказалось не так. Ну и куда без сахарка подсластить нашу жизнь в столь нелегкое время, когда инфляция составляет по 300, по 1000 процентов. Сахар в Турции нам обойдется 25,90, а в России он нам обойдется 60,99. Ну и раз у нас уже есть сахар, молоко, масло яйцем, можем сделать печенюшки. Для этого нам понадобится мука. И мука нам обойдется в Турции 19,50, а в России 67,99. Так пробежимся по бокале. Спагетти одного и того же бренда в Турции нам обойдутся 19,25, а в России 79,90. И то это по акции, а так они стоят 99 рублей. Аналогично макароны, которые спиральками в Турции нам обойдутся 19,25, а в России 79,90. И то по акции, а так 99. К спагетти нужен какой-нибудь соус, вот допустим кетчуп одного и того же бренда. В Турции 22,90, а в России 127,49. Ну и раз взяли уж кетчуп, надо взять майонез. В Турции он будет стоить 33,90, а в России 99,99. По сути 100 рублей. Так давайте купим фруктиков. Яблоки Грэнни Смит в Турции будут стоить 16,90, в России 99,99. Апельсины. В Турции они будут стоить 16,45, а в России 99,89. Неожиданно, правда? 89, не 90. Мандарины. В Турции они будут стоить 16,90, а в России 74,99. Так, продолжим дальше по фруктикам. Бананы. Все же любят бананы. В Турции они будут стоить 22,50, а в России 88,59. Разница лишь в том, что в Турции это будут вот эти маленькие настоящие бананчики, а в России это будут вот эти вот огромные кормовые бананы, так называемые. Виноград. 31,90 в Турции и 15,99 в России. Для любителей экзотики у нас есть манго. В Турции он будет стоить 24,90, а в России 269,99. Также какая-никакая, но все-таки экзотика. Киви. В Турции 19,90, а в России 99,99. Гранат в Турции будет 23,90, а в России 104,99. Ух, кстати, вы пили вот этот. Прямо тебе выжимтый гранатовый сок. Это просто бомба. Как только будет возможность, обязательно попробуйте. Вас будет за уши не оторвать. Кстати, в Турции такой вот стакан 250 грамм будет стоить 10 лир. Вот практически на каждом углу много где по городу. Так, давайте возьмем лимончик кинуть в чай. Это будет в Турции 19,90, а в России 104,89. Ну, вот взяли лимончик кинуть, надо взять и сам чай. Так вот, чай в Турции будет стоить 81,90, а в России тот же самый чай с тем же самым объемом будет стоить 360,99. Ну, а для тех, кто не пьет чай, надо взять кофе. Вот возьмем самый обычный стандартный кофе. В Турции это будет 69,90, а в России это будет 495 рублей 69 копеек. Интересно, откуда они берут эти копейки, вообще непонятно. Давайте возьмем сладенького чем-нибудь вечером пожевать перед телевизором, смотря новости. И вот мороженое давайте возьмем. В Турции оно будет стоить 120,95. А в России такой объем попросту не продается. Ну, давайте вот возьмем просто максимальный объем, который я там нашел. Уж ладно, здесь 500 мл, а там 290. Пускай в России он будет стоить 918,49. Ну и для любителей неубиваемой классики мороженое в Турции будет стоить 14 лир. А в России это же самое мороженое за 99,99, то есть 100 рублей. Ну, как говорится, вечерком под телевизор одним мороженым сыпь не будешь. Возьмем еще чипсы. В Турции они будут стоить 13,50. В России аналогичные будут стоить 118,39. После чипсов закусить шоколадиком. В Турции он будет стоить 16,90. В России аналогичный будет стоить 64,99. Ну и все это можно запить обычной, классической. Не добра кола вот это все, а классическая. Так вот, в Турции она будет стоить 23,75 за 2,5 литра. А в России она будет стоить 175,49. Ну, за 2 литра 2 смены не найти, ладно, потому что пол-литра, простим с ним. Ну и если тебе еще там надо, допустим, после всего этого ужина немножко поработать или чуть подольше посидеть, то тебе понадобится энергетик. И в Турции он будет стоить 19,50. А в России он будет стоить 135,49. Так, ничего не забыли? Ах, хлеб, как обычно, всегда забывается хлеб. Приходится за ним еще раз идти. Давайте уж сразу возьмем и его, чтобы не идти. В Турции он будет стоить 13,25 за 670 грамм. В России я такой объем не нашел, но вот взял 500 грамм, 84,99. Итак, давайте подобьем итог. И, как я говорил в начале видео, он будет немного шокирующим. Сложив все эти цифры, в России мы получили сумму 11,175,96. В Турции же мы получили цифру 1,945,20. Это все в лирах. И если пересчитать на рубли, по курсу на день съемки видео, то это будет составлять 6419,16 рублей. Как вы видите, эта сумма практически в два раза меньше. Ну и вот сравнив эти цифры, как вы видите, цены в Турции несравнимы ниже, несмотря на столь огромную инфляцию, о которой все пишут, допустим, в данном случае по сравнению с Россией. Как ты думаешь, с чем это связано? Напиши в комментариях. Ну и раз ты уж там сразу внизу, то можешь сразу подписаться на наш канал, чтобы нас становилось больше. Также в комментариях можешь написать, с какой страной ты хочешь, чтобы я сравнил цены в следующих наших видео. Если тебе интересно узнать побольше о Турции, или может ты уже решил сюда приехать и остаться жив, то переходи на наш сайт, там много полезной информации. В следующем видео я сравню цены не только на продукты в разных странах, но также на технику, одежды и остальные другие вещи. Так что подписывайся на наш канал. Если у тебя есть желание, можешь поддержать нас. Супер спасибо нам сказать. Мы будем очень рады. Обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока.